Добрый день, дорогие друзья! Всех рад приветствовать. Благодарю за возможность участвовать в этом обсуждении, в этом круглом столе. И несколько слов скажу о ситуации с Лютеранской церковью Ингрии. Мы достаточно небольшая церковь, у нас там порядка ста приходов по всей России, но при этом у нас очень большая территория, которую мы охватываем от Кольского полуострова до Бурятии. И, конечно, ситуация очень разная в зависимости от региона. И в больших городах, как в Санкт-Петербурге, в Москве ситуация достаточно благоприятная, очень хороший диалог с властями. Храмы передаются, но так просто, чтобы проиллюстрировать эти слова. Если мы возьмем наше Санкт-Петербургское пробство, в котором 21 община, то 10 общин существуют в своих исторических храмах. То есть в тех храмах, которые существовали на конец 19-го, начало 20-го века, потом были отобраны и возвращены. То есть почти половина общин Санкт-Петербургского пробства, они существуют в своих исторических церквях. И также западное Ингерманландское пробство, там тоже примерно такая же картина. Из 11 общин 6 обладают своими историческими храмами. Но если в Петербурге и в Москве все достаточно благополучно, то даже отъехав достаточно недалеко от этих центров, мы сталкиваемся с ситуацией несколько иной. Самый простой пример. Уже достаточно долгое время мы ведем диалог с местными властями о передаче храма, лютеранского храма в городе Приозерск. Те из вас, кто бывали в этом замечательном городе, наверняка видели одну из доминант архитектурных этого города, кирха. И сложенная из природного камня, то есть действительно такое очень красивое архитектурное сооружение. Ну и это храм, в первую очередь, место молитвы, пространство для молитвы. И уже который раз, который год нам приходят ответы от администрации этого муниципального образования. И удивляет, конечно, как формулируются эти ответы. То есть когда представители этого образования понимают, что уже нет возможности отказать на основании закона, придумывают самые невероятные формулировки. Ну просто для иллюстрации ситуации зачитаю вам последнюю формулировку отказа в передаче храма лютеранской церкви Ингрии. И формулировка эта такова, что храм был построен в 1930 году, в то время, когда город Приозерск был городом Кикисальме, соответственно, находился на территории Финляндии. После того, как в 1917 году Финляндия перестала быть великим княжеством финляндским и обрела независимость. И вот в 1930 году в этом городе строится храм. Потом вы знаете, как разворачивались события. Эта территория становится частью уже государства российского. И храм, соответственно, оказывается на территории другого государства. Так вот, в чем, собственно, суть ответа отказа на просьбу о передаче этого храма? Отказ сформулирован так, что храм никогда не использовался как храм на территории Советского Союза или на территории Российского государства, Российской Федерации. И так как храм этот никогда не использовался как храм, то и передавать его вам никто не будет. Но, простите, как такое возможно? Ведь этот храм был построен именно как храм. И даже будучи выявленным объектом культурного наследия, недавно выявленным, он занесен в реестры как кирха. Но кирха это и есть церковь. И вот здесь такое явное противоречие. Причем противоречие не только на уровне какой-то формальной логики, но и на уровне российского законодательства. Когда, на мой взгляд, создаются абсолютно удивительные поводы для того, чтобы отказать в исполнении просьбы о передаче. Похожие ситуации в Омске, где есть, по-моему, первое, вообще одно из первых каменных строений этого города, это лютеранская церковь, где сейчас находится музей УВД. И, соответственно, тоже категорически отказываются передавать этот храм в ведение лютеранской церкви. Возьмем республику Башкортостан. В городе Бирск долгое время отказывали в строительстве храма, именно в виде храма, то есть колокольни, с такими ясно читаемыми очертаниями именно церковного здания, отказывали в строительстве. Ну, потому что кто такие лютеране, да, непонятно. Вот, хотя достаточно вспомнить имена Белинсгаузена, Брилова, Фаберже, Нобеля, Таля и так далее, и так далее, в общем, не последнюю роль лютеране играли в истории нашего государства на протяжении очень долгого времени. Поэтому, да, в целом, конечно, ситуация во многих областях позитивная, но есть и вот такие в чем-то печальные, в чем-то даже забавные, когда начинаешь артикулировать их, примеры того, как наше законодательство, ну, не во всей полноте может исполняться в каких-то отдельных областях, вот в плане передачи церковных зданий или получения разрешения на строительство новых. Вот, однако необходимо отметить, что в целом диалог с властями достаточно позитивный, многие храмы были переданы. Хотелось бы, чтобы также больше внимания уделялось рассмотрению заявок на передачу не, собственно, церковных зданий, а зданий, где располагались приходские школы, религиозные училища, да, собственно, в законе это тоже оговорено, здесь возникает немало трудностей, в общем, больше появляется поводов отказать в таких запросах, но хочется, чтобы, конечно, эти запросы рассматривались более внимательно и учитывались не только богослужебные нужды церкви, но и образовательные в том числе, потому что одно без другого существовать не может. Вот, но в целом у лютеран в России проблемы, наверное, такие же, по крайней мере, очень похожие, как их озвучивали представители Рима Католической Церкви, да и представители других конфессий сегодня в течение этого круглого стола. Не буду говорить много, понимаю, что все уже устали, вот, так что огромное спасибо за предоставленную возможность и надеемся, что те, хотя бы те ситуации, которые я озвучил, они получат какое-то положительное разрешение. Благодарю вас, дорогие друзья. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.